История жизни народного артиста России и Украины Виктора Гавриловича Захарченко также необычна, как и судьба кубанского казачьего хора. Всё в мире закономерно, поэтому и должен был родиться на богатой, прекрасными народными песнями, танцами, обрядами кубанской земле человек с горячим сердцем и чистой душой, который бы собрал эти сокровища по казачьим станицам и хуторам. Им и оказался Виктор Гаврилович. Он записал несколько тысяч кубанских песен, возвратил их зрителям в первозданном виде на концертах кубанского казачьего хора. Захарченко возвысил казачью песню до мирового звучания. Все свои победы он воспринимает не как личные, а как достижение всего хора. В 1974 году Виктор Гаврилович Захарченко становится художественным руководителем государственного кубанского казачьего хора, которому за более чем 30 лет своей творческой деятельности на Кубани удалось всесторонне реализовать свои художественные, научные и просветительские устремления. В 1975 году хор стал лауреатом первого всероссийского осмотра конкурса государственных народных хоров в Москве, повторив этот успех в 1984 на втором аналогичном конкурсе. Под его руководством хор вынес на сцену подлинный песенный фольклор кубанского казачества. В народных песнях, обрядах, картинах казачьего быта предстали индивидуальные народные характеры. Появились раскованность, импровизация, возник правдивый фольклорный хоровой театр. В октябре 1988 году указом Президиума Верховного Совета СССР хор награжден Орденом Дружбы Народов. В 1990 он становится лауреатом Государственной премии Украины имени Тараса Шевченко, а в 1993 коллективу присвоено почетное звание «Академический». Искусство кубанского казачьего хора и его художественного руководителя отмечено многочисленными высокими наградами и блестящими победами в России и во многих странах мира. Стараниями Виктора Гавриловича казачий хор возвращается к своим истокам и обращается к первоначальному репертуару, православным песнопениям, литургической музыке. Кубанский хор стал единственным советским профессиональным хоровым коллективом, который допущен к богослужениям в храмах. Виктор Захарченко вернул к жизни написанную полковым священником Константином Образцовым в годы Первой мировой войны песню «Ты Кубань, ты наша Родина». Эта песня, которая еще в 1920-е годы считалась неофициальным гимном кубанского казачества и всего края, обработки Виктора Гавриловича, впервые была исполнена кубанским казачьим хором на заседании Законодательного собрания Краснодарского края 5 мая 1995 года и утверждена в качестве гимна Краснодарского края. Все это не было бы возможным без активной организующей роли художественного руководителя и главного дирижера кубанского казачьего хора Виктора Захарченко. За годы своей деятельности на кубанской земле Виктор Захарченко удалось всесторонне реализовать свои художественные, научные и просветительские устремления и вывести коллектив на новые творческие рубежи. На примере жизни нашего земляка мы убедились, что талант и трудолюбие являются ярким примером достижения высоких творческих целей, успеха и высокого положения в обществе. А Виктору Гавриловичу можно пожелать творческих успехов и долгих лет жизни. Субтитры создавал DimaTorzok